Накануне в метро Санкт-Петербурга был совершен террористический акт. В результате взрыва в вагоне метро погибло 14 человек, 49 получили ранения. В Петербурге объявлен трехдневный траур. О событиях в городе на Неве в материале наших корреспондентов. Сразу после взрыва первому, кому позвонила Марина Быстрова, стал ее брат Борис Мотин, который проживает в Санкт-Петербурге. Материалы из разговора записаны на личный рекордер звонков. Алло! Борис попал на заварию! Ты в аварию попала? Да, в аварию технологический институт. Ты жива, здорова, нет? Ой, я не знаю. Господи боже мой, технологический институт? Я на Невском села в метро, там произошел взрыв, я вышла на технологическом институте. Господи, а где взрыв на технологическом институте? Да, на технологическом институте сезон. После теракта 50-летнюю уроженку Якутска доставили в ближайшую Мариинскую больницу. Накануне якутянки сделали операцию. Ее состояние врачи оценивают как стабильное. На данный момент от пострадавшей не отходят и ее родственники в Петербурге. Как предчувствие было? Говорю, Марина, давай в Соломую зайдем, чай попьем. Не хочу. Это гостиный двор, а тебе надо до Купчино. Давай я тебя проведу до метро Невский проспект и без никаких переходов ты просто сядешь. Если бы она бы села, как я ее просил, она просто в хвост села. А вот когда с гостиного двора, как раз по центру. И я позвонил, у меня предчувствие, потому что она должна быть там, просто по времени. Голос нормальный, как у вас. Она сказала, я еще не знаю, что со мной, но живая. Но нас везут в больницу. У нее проникновение в брюшную полость, сделали операцию и в реанимационное отделение. Сейчас Марину Быстрову перевели в хирургическое отделение реанимации. Через несколько дней у якутянки ожидается вторая операция офтальматологического характера. Врачи обнаружили в глазу пострадавшей осколки от бомбы. По сообщению родственников, сегодня в Санкт-Петербург по линии МЧС прилетает дочь Марины Быстровой, Виктория. Уважаемые пассажиры, по техническим причинам станция Синная и станция Достоевская закрыты на вход и выход. В первый день после теракта с утра в штатном режиме работали все пять линий метро, в том числе и технологический институт. Казалось бы, что транспортного коллапса сегодня удастся избежать. Но после сообщения о заминировании Синной площади закрыли все центральные станции. В течение дня к двум станциям, попавшим под теракт, жители и гости города приносят цветы и венки. Конечно, этот теракт коснулся каждого человека, потому что на месте ребят мог бы быть любой из нас. Конечно, ничего хорошего в этом нет. Ничего. Конечно, это такая трагедия, что она, по-моему, сейчас коснулась всех петербуржцев. Дай бог, чтобы этого никогда больше не было ничего похожего. Вот и все. Мне кажется, что это непростой взятие. Далеко не все у нас такого персонажа. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...